Всем привет! Сегодня ко мне пришла моя карточка, которую я заказал себе. Это у меня EFGA XR1, или в простонародье, наверное, EFGA XR1 Lite. Сегодня распакую, посмотрю, что там на самом-то деле внутри. Сразу скажу, никто мне эту карточку не присылал, купил свои деньги для, собственно, своих личных нужд, и решил с вами поделиться, что же там внутри. Для чего, собственно говоря, я ее купил? Купил для того, чтобы поиграться, посмотреть, может быть, понравится, а может быть и нет. Может быть, возьму и верну ее обратно в магазин. Есть такая возможность в течение 14 дней, может быть, и месяца вернуть без потери денег, в принципе. Также хочу попробовать интересную тему подключить камеру через HDMI, посмотреть, как она будет работать, какое будет качество. Поэтому буду разбираться с настройками. Может быть, поделаю еще какие-то обзорчики по этой штучке. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Если у вас есть идея о том, чтобы заревьювать мне, я могу достать, в принципе, почти все за свои деньги, потом вернуть. Поэтому, если у вас что-то, что-то у вас такое вот есть, что вы хотели бы, чтобы я заревьювал, глянул, распаковал, напишите мне. Я его постараюсь достать. Для меня это будет почти бесплатно. А для вас будет информация, если никто ничего не делал, никакие видео на эту тему не снимал. Хочу попросить еще раз, очень сильно. Подпишитесь на канал, поставьте мне лайк. Подпишитесь. Я хочу добить первую тысячу подписчиков. Потому что, если у меня не будет подписчиков, канал мой, ютубчик, короче, не будет рассматривать, как что-то стоящее. Не будет его никуда запихивать. Вы знаете, эти предложения, эти предложения, видео. Поэтому вам несложно нажать кнопочку, подписаться. Мне приятно. Всех люблю, всех целую. Думал найти свой любимый нож, но не нашел. Придется вскрывать обычным ножом по бумаге. Так, одна сторона вскрыта. Главное не порезать свое тело. Вторая сторона вскрыта. Вскрыта? Главное, да. Так, вскрыта, вскрыта. Здесь у нас обычный механизм. Главное не порвать коробочку, правильно? Значит, вот коробочка наша, внешняя и внутренняя коробочка. Так, что-то здесь внутри. Вот коробочка, все. Внутри у нас, значит, документация. Быстрый гайд. Квик гайд. Квик гайд. Вот он. Что мы здесь видим? Что внутри? Спецификация. Что означает мигающие лампочки. И использование. На задней части у нас еще... В описании, как можно подключать. Я буду использовать вариант вот этот. Компьютер и камера. Для этого, в принципе, я, наверное, покупал в большей части. Возможно, приставка ко мне вернется когда-нибудь. Да, в принципе, и все. Да, не уверен, что я буду стримить через нее. А у меня... Мой компьютер и так тянет. Коробочка. Коробочка. Что у нас в коробочке? По бокам какие-то очевидные захваты для того, чтобы открыть это все дело. Здесь у нас внутри сразу что-то начнет двигаться. Здесь из этого что-то. Это у нас два пакетика с проводами. Что у нас за провода? Здесь смотрим. Пакетики такие. Ощущение, что это даже такой кулек, который можно будет перебросить. Он, знаете, разложится в земле. Ну, типа... Возможно, возможно. Не знаю. Но написано, что перерабатывать можно, но не факт. Но ощущение такое, что он просто разложится. Сгниет в земле. В земле это очень просто так. Здесь у нас USB на USB 3. USB 2 на USB 3. USB 3.0 на USB-C. Вот как правильно. Тоже самое значки. Я даже не знаю. Что-то на китайском. А это, блин, CPI. Что-то можно перерабатывать. Было бы классно, конечно, чтобы большинство вещей можно было перерабатывать и не париться. Но, к сожалению, не все так просто. Дальше что у нас? Дальше у нас просто HDMI кабель. С маркировкой. Просто HDMI. Хорошо. Дальше. Это у нас был первый уровень. Первый уровень, да. Здесь типа есть многоуровневая система. Какая-то непонятная картоночка. Так. Буду выталкивать. Здесь непонятная картоночка 2. Выталкиваю. Что? Картоночка 3. Еще одна пятая картоночка. Наверное, я это все неправильно делаю. А! Вот она как. Оказывается, она вот здесь вот на самом деле, да. Вот так она должна, наверное, была быть. Поэтому. А я полез снизу. Ну. Не юзер-френдли. Нужно было написать, чувак. Это низ. А это вверх. Ну, такое. Здесь у нас какой-то пакетик такого же уровня. И пытаюсь достать. А оно не достается. Чересчур скользкая. И не могу просто открыть. Ауч. Можно подрывать себе пальцы. В итоге, получается. Я как-то заложу сбоку. Да что же это такое? Мне придется применять силу? Не, ну, знаете. Когда-то я читал, что была статья исследования о том, насколько часто люди травмируются во время открывания всяких упаковок. Особенно пожилые люди. То есть, например, старики, когда открывают пачку чипсов, они могут взять нож. Это не хватает сил открыть. И полоснуть себя ножом. Вот. Так что, вот на самом деле. На самом деле, вот этот процесс важен. Не только в плане эстетического, а в плане не повредить себя, блин. Для людей-то сделайте. Па-бам! Коробку. Пум! Такой же кулечек. И наш коробочка. Вот она. Вот она коробочка. Вот она коробочка-то. Выглядит. Прикольно. Такой пластик. Довольно тяжелая. Прикольно, что очень маленькая. Вот мой большой телефон. Ну, то есть. Вот он. Это мой Макс. Ну, чуть-чуть меньше, чем телефон. Так. Ну, что? Здесь внизу у нас надпись. Сертифицирована под OBS. Мой середничек. И все. Здесь у нас HDMI-чик. Type-C. USB Type-C. HDMI-чик. Все. Красиво. Красиво. Никаких наэриканий, в принципе, не могу сказать. Мне нравится. Вот она. На этом все. Ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.